смотрите сегодня хотел поговорить немножко про некоторую новую тему эта история про язык запросов к базам данным sql и вообще про базы данных до сих пор мы обсуждали как обрабатывать данные которые там лежат каких-нибудь csv-шиках или excel да можно их открыть с помощью пандоса и в пандосе там что-то с ними делать пандос это отличный инструмент но главная с ним проблема в том что он ну как бы у него архитектура устроена так что он просто считывает всю табличку в память и дальше внутри памяти что-то цель табличка делает если у вас табличка на там 100 тысяч строчек и там на десяток столбцов это совершенно не страшно память современ память современных компьютеров гораздо больше и такая такого типа таблички прекрасно в нее помещаются но если у вас если вы представляете себе массива данных ну типа я не знаю допустим вы какая-нибудь популярная социальная сеть и вы хотите что-то обрабатывать какие-то данные о своих пользователях то понятно что эти данные не хранятся в виде csv файлов не хранятся в виде таких таблиц которые можно было бы загрузить в память компьютер потому что их слишком много и для того чтобы организовать доступ к таким данным используется специально по которое собственно говоря называется системы управления базами данных и ну вообще это целая отдельная наука то есть когда баз данных появились это создало некоторую революцию в том как различные организации стали использовать компьютеры просто потому что до появления баз данных приходилось ну там представьте себе что вы какой-нибудь банк и вот в до эскольную эпоху если у вас эти данные как-то вот хранились даже в цифровом виде мне все равно это приходилось там сажать программиста и чтобы он писал бы какой-то код который бы эффективно эти данные там взял бы из разных источников как-то бы их обработал и так далее это все было довольно сложно и когда появились баз данных это очень сильно упростила жизнь фактически те задачи которые раньше требовали привлечения но вот прям значит каких-то ресурсов которые требовали там решения инженерных задач они фактически свелились к тому что вы эти задачи стали совершенно рутин вот и на сказать что у меня со всеми этими значит сквейли с базами данных всегда был такой значит всегда был некоторый непростые отношения потому что я всегда как-то я не знаю в старшей школе я начал заниматься какой-то веб-разработкой делать какие-то сайты я знал что для хранения информации в сайтах в вебе используется база данных используется SQL но почему-то мне никогда меня не хватало на то чтобы эту штуку выучить и я этого всегда как-то немножко побаивался и всячески избегал в результате например если описал какие-то собственные допустим в какой-то момент написал собственный форумный движок который хранил информацию в файлах но из-за того что он ее хранил просто файлах у него была такая особенность что если ну значит представьте себе что вот у вас формный движок который хранит все сообщения все посты все комментарии хранит просто в одном большом файле и как устроена работать с этим файлом но вы его сначала открываете потом считываете значит что там с ним делать дописывать например новый комментарий и заново сохраняете его но дело в том что когда этот файл разросся время которое проходило от момента его считывания до момента записи его в модифицированном виде например при добавлении нового сообщения она стала занимать уже несколько несколько секунд или даже больше и это приводило к тому что если два пользователя одновременно пытались добавить сообщения то происходило следующее сначала скрипт открывал файл для одного пользователя потом копии этого скрипта который обслуживал другого пользователя что тоже открывал этот файл считывал его после этого например первый скрипт который отвечал за первого пользователя записывал файл сообщение этого первого пользователя а после этого второй скрипт который отвечал за второго пользователя, он, не зная о том, что файл модифицировался, записывал его как бы относительно, добавляя комментарии второго пользователя, таким образом затирая комментарии первого пользователя. И, в общем, это был мой первый довольно серьезный фейл с точки зрения программной инженерии, что я этого не предусмотрел, и в результате у меня форумы работали очень смешно. Ну, я, конечно, потом написал костыль, который заставлял этот скрипт форума просто большие файлы делить на маленькие, и конкретно эта проблема не то чтобы решалась, но частота ее возникновения сильно уменьшилась, потому что время обработки таких маленьких файлов стало поменьше, и вероятность того, что два пользователя одновременно начинали писать что-то в этот файл уменьшалась. Но, в общем, как-то, в общем, да, лучше так не делать. Лучше все-таки выучить те технологии, которые реально нужны для эффективной работы. Ну и, собственно говоря, языка SQL, который мы сегодня будем обсуждать, я счастливо избегал буквально до недавнего времени, когда, в общем, мне пришлось его выучить в какой-то момент ровно потому, что я решил, что это нужно рассказывать студентам, и тогда я его немножко выучил, и с тех пор, надо сказать, очень радуюсь тому, что я его выучил, потому что в разных ситуациях оказывается, что можно сделать несколько из-за запросов и получить ту информацию, которая мне нужна из базы. Вот. Ну, да, значит, я говорил про то, что Pandas воспринимает, как бы считывает информацию просто в память, а базы данных работают не так. То есть в базе данных предполагается, что у вас есть какой-то отдельный, отдельная программа, которая, собственно говоря, обеспечивает работу базы данных. Она может стоять вообще на каком-то другом компьютере, и там, это может быть отдельный компьютер, который, или даже отдельный кластер компьютеров, которые отвечают за хранение данных и обращение к ним. Вы обращаетесь к этой программе, к этому сервису и говорите, дай мне таких-то данных. И дальше этот сервис, уже там, пользуясь собственными какими-то алгоритмами, из огромного хранилища, не пытаясь записать все данные в оперативную память, а из огромного хранилища он вам эти данные извлекает и вам их выдает. Ровно ту часть, которую вы хотели. И это позволяет сильно упростить жизнь, если объемы данных, с которыми приходится работать изначально, они большие, не помещаются в память. Это, в принципе, не единственный подход. Ну, вообще, есть отдельная наука, посвященная работе с большими массивами данных, там есть свои технологии, всякие Hadoop, MapReduce и так далее. Я про это ничего не знаю, кроме того, что это существует. Но, значит, по крайней мере, баз данных тоже позволяет работать с большими массивами данных. Ну, например, Википедия крутится просто на, кажется, я не знаю, как она сейчас крутится, но, по крайней мере, 10 лет назад, когда я примерно представлял себе, как там все устроено, там вот просто уже SQL баз данных, MySQL обычная. У них, конечно, некоторый большой кластер, который всю эту информацию хранит, но, тем не менее, это обычная баз данных, никакой магии. Вот, поэтому давайте мы поговорим немножко про SQL. SQL не то, чтобы это такая штука, с которой вы с большой вариантностью столкнетесь, как бы не то, чтобы вы ее будете применять там для собственных нужд. Ну, вот, скажем, там, вот Pondus я применяю раз в день, скорее всего, для собственных нужд, я ее зачем-нибудь применяю. SQL – это, скорее, не та технология, с которой вы столкнетесь вот так вот для себя, хотя тоже всякое возможно. Но это та технология, с которой вы легко можете столкнуться где угодно в индустрии, потому что если вы приходите более-менее куда угодно в любую компанию, которая работает, у которой есть какие-то данные, но, скорее всего, они хранятся в какой-нибудь SQL базе. Может быть, не SQL, но скорее SQL. Поэтому поговорим немножко про SQL. Значит, я сейчас буду, да, значит, этих самых, значит, серверов баз данных, собственно говоря, программ, которые обеспечивают работу баз данных, существует много. Они бывают разные, у них разные свойства, какие-то из них платные, какие-то бесплатные, какие-то больше заточены на хранение структурированных данных, какие-то больше заточены на хранение просто табличек. Я сейчас буду использовать в качестве сервера базы данных, я буду использовать штуку, которая называется SQLite. Она хороша тем, что она просто встроена в Python и много куда еще, и поэтому нам ничего не понадобится там устанавливать, ни к чему подключаться. Мы просто сделаем вот так вот, и дальше сможем работать с этой базой совершенно спокойненько. Значит, смотрите, чего мне нужно. Значит, давайте я создам какую-нибудь базу данных. Простите, а что сейчас произошло? А что вы сейчас сделали с Python? Значит, с Python я сейчас просто сделал импорт SQLite 3, и дальше я создаю базу данных, и я пишу, что я создаю переменную икон, которая равняется SQLite 3.connect, и дальше я просто указываю какой-нибудь имя-файл. Давайте пусть это будет database.eskulite. И, собственно говоря, сейчас мы создали базу данных. Но, собственно говоря, чем хорошая SQLite? Тем, что она просто хранит свои данные просто внутри какого-то файла, который у вас где-то будет висеть в системе. И этот файл можно просто переслать другому человеку, он его сможет открыть в своем SQLite. То есть это в некотором смысле такой способ хранения табличек, или больше, чем табличек, на самом деле. Но можно думать про таблички. Но вот не CSV, а просто видим какого-то кусочка базы данных. Значит, мне нужно… Значит, я вот сейчас создал вот этот объект com. Это так называемый connection. И мне от этого connection нужно вытащить штуку, которая называется курсор. Значит, я пишу c равняется com.cursor. Скобочки. И теперь я могу делать запросы к этой базе. Ну, правда, пока что у нас база пустая. Я ее только что создал. Давайте мы создадим в этой базе какую-нибудь табличку. Значит, вообще то, что мы сейчас обсуждаем, называется реляционными базами данных. И реляционная база данных – это, грубо говоря, просто набор табличек, которые по смыслу, ну, вот такие же, как Pandas'овский DataFrame. То есть у вас есть какие-то столбцы, которые обозначают какие-то переменные, и есть строчки, которые обозначают какие-то сущности в этой базе данных, какие-то вот, какие-то объекты. Ну, если быть точнее, то строчка обозначает то, что называется relation – отношение между чем-то и чем-то. Ну, это проще будет сейчас на примере посмотреть, что это означает. Ну, давайте создадим какую-нибудь табличку. Значит, мне для того, чтобы выполнять команду, написанную на SQL, я буду писать просто… Значит, вот у этого курсора я буду использовать метод execute, и дальше ему в виде строчки, значит, я использую строчки, которые заключаются в тройных кавычках, просто чтобы их можно было делать многострочными. И я буду писать, значит, уже SQL-ные команды. Сам себе язык SQL, он совершенно независим от Python. То есть вот сейчас я к нему обращаюсь с средствами Python, но с тем же успехом я мог бы обращаться с средствами другого языка программирования или вообще никакого не языка программирования, а просто, значит, открыть эту базу данных просто в отдельном приложении и вызывать команды там. Команды будут совершенно одинаковыми. Ну, давайте создадим какую-нибудь табличку. Значит, я пишу c execute, а дальше create table. Давайте какую-нибудь, допустим, вот опять табличку с оценками. Значит, и мне нужно перечислить какие-нибудь свойства. Давайте, пусть у меня будет какой-нибудь идентификатор. Значит, я сейчас перечисляю некоторые колонки, и у колонок в базах данных могут быть какие-то специальные свойства. Так, только я здесь запятую забыл. Значит, ну, давайте, пусть у меня будет три содержательные колонки. FirstName, LastName и оценка. Допустим, оценка будет целочисленная. Так, давайте попробуем это дело выполнить и посмотрим, что получилось. Ну, вроде бы, что-то получилось. Значит, я сделал... Давайте я просто сейчас вам пришлю это в чатик. Значит, вот таким образом я сейчас создал таблицу в моей базе данных. И сказал, что в этой таблице будут четыре столбца. Значит, первый столбец ID, он будет целочисленным, а еще про него написано, что он primary key. Значит, дело в том, что в базе данных нет никакого отдельного индекса. То есть, вот когда мы создавали пандусовские датафреймы, например, мы говорили, что там, во-первых, прям встроенный есть индекс у строчек, и то, что к строчкам можно обращаться по их номерам, можно обращаться по этим индексам. Думаю, что никакой разницы нет. Я, кстати, даже не знаю, сейчас этот инт вообще скушал или не скушал. Сейчас проверим. Это я, возможно, напечатался. Ладно, потом посмотрим. Давайте пусть будет интежер. Все, уже не могу второй раз эту самую табличку создать, потому что она уже существует. Ну ладно. Потом посмотрим на типы столбцов. Сейчас, давайте я посмотрю. Теймонфу. Теймонфу. Ну ладно. Короче говоря, идентификатор приходится создавать самим. Но вообще, поскольку эскольные таблички, они как бы предполагаются, что они могут хранить в себе гораздо больше данных, чем обычная пандусовская таблица. И поэтому вопрос о том, как обеспечить доступ к этим данным, он становится нетривиальным. То есть в пандусовской таблице все понятно. Вы говорите, я хочу получить десятую строчку. И пандус знает, в каком месте в памяти искать эту десятую строчку. В случае с эскольными таблицами, возможно, что у вас разные куски этой таблицы будут лежать. Не в случае скулайта. В случае скулайта они будут лежать в одном и том же файле. Но в случае какой-то серьезной базы данных, может так случиться, что у вас там, например, разные куски таблицы будут лежать вообще там на разных компьютерах. И как эффективно организовать работу, как эффективно организовать там выгрузку данных, это, в общем, отдельная инженерная задача. И там есть специальные люди, которые занимаются разработкой баз данных. Ну, я не такой человек. Но они там гораздо больше всего знают про то, какие заклинания нужно написать для разных столбцов, чтобы баз данных быстро работал и быстро выполнял запрос, который вам нужен. Но сейчас пока что вот единственное заклинание, которое я здесь использую, это вот это вот primary key. он говорит, что мы будем использовать столбец ID именно как столбец идентификаторов. Ну, в частности, предполагается, что запросы, которые касаются этого столбца, они будут выполняться достаточно быстро. Но нам важно, что этот идентификатор, он будет гарантироваться, например, что все идентификаторы разные в разных строчках. Вот. Ну, давайте попробуем создать каких-нибудь строчек в этой таблице. Значит, опять же, я использую c-execute. insert into gradebook. Ну, давайте что-нибудь сделаем каких-нибудь. Значит, можно, в принципе, сразу несколько строчек добавить. Только я никогда не помню, как, но, допустим... Ну-ка, сработает так? Нет, не сработало. Ошибка синтаксиса. Вот так. А, вот так сработало. Значит, я добавил с помощью insert... Значит, я выполнил команду insert into gradebook values. Значит, здесь gradebook – это название таблицы. Insert into values – это куски синтаксиса SQL. И дальше я просто перечисляю в скобочках в виде таких кортежей, перечисляю то, какие строчки я добавляю. Ну, и давайте теперь посмотрим на эти строчки. Значит, допустим, так, select звездочка, from gradebook. Ну и все, и хватит. А, да. Значит, чтобы получить результат, мне нужно применить к тому, что мне возвращает c-execute. Мне нужно применить метод fetchAll. И вот я получил список кортежей, которые как раз каждый элемент этого списка – это строчка в моей таблице. Ну, кстати говоря, давайте я еще какую-нибудь строчку добавлю. Значит, мне нужно... Значит, если я хочу... Я могу, на самом деле, добавить строчку, в которую указывать не все значения, не всех столбцов. Значит, для этого мне нужно сказать, что я... Значит, вот здесь вот после gradebook мне нужно в скобочках написать, какие я столбцы добавляю. Ну, соответственно, я добавляю столбцы, допустим, first name, last name и grade. Ну, и давайте добавим каких-нибудь значений. Нет, не хочет. Вообще он не хочет. А, запятая лишняя. Ну, и давайте посмотрим, что здесь теперь получилось. Вот, как видите, он мне, когда я попросил добавить строчку, в которой не указан ID, он мне этот ID назначил автоматически. Ну, ровно потому, что он понимает... Мы ему объяснили, когда создавали этот столбец, мы ему объяснили, что это будет primary key. И он, когда он видит, что у него целочисленные primary key, и он видит, что создается новая строка, у которой этот самый ID не написан, значит, он просто прибавляет единичку к предыдущему. Значит, можно ли сделать нумерацию с нуля? И, честно говоря, я не знаю. Дело в том, что сама по себе нумерация, когда вы думаете про базу данных, у вас, скорее всего, нет никакой нумерации. То есть нумерация – это не то, чтобы это какая-то естественная штука была. Вероятность того, что вам понадобится реально сделать запрос из базы данных под названием «выдать первую строчку», она, в общем, невысокая. Если вы не хотите продать первый твит, то, скорее всего, вам не важно, какой номер у данной записи. Вам важно, чтобы это были бы уникальные идентификаты. Ну, давайте, на самом деле, вот так вот работать с базой данных. Результаты, которые у нас получаются – это просто какой-то списочек кортежей. Но, на самом деле, можно было бы сделать более простую штуку, а именно можно было бы использовать Pandas, который нам результаты SQL-запросов просто будет выдавать в виде Pandas'овской таблички. Сейчас у меня загрузится Pandas. Значит, у Pandas'а есть, допустим, read SQL. Давайте я ему просто этот же запрос скормлю. Вторым аргументом ему нужно передать… Вторым аргументом ему нужно передать connection. Значит, у Pandas'а есть функция read SQL, которая умеет делать следующее. Она умеет считывать табличку из базы данных. Ну, видно, что я должен просто указать тот SQL-запрос, который я хочу, чтобы был сделан, и передать connection к этой базе данных. И, на самом деле, точно так же Pandas может нам сохранить какую-нибудь табличку в виде SQL-таблицы, просто сразу записать ее в SQL. Ну, собственно говоря, давайте можно сейчас что-нибудь такое сделать. Допустим, можно… Давайте возьмем какую-нибудь базу с нашими, допустим, фильмами, давайте сделаем из нее… так… 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 Значит, вот у меня есть база, и давайте я ее просто запишу. Значит, это просто табличка с уже знакомым нам датасетом, и давайте я запишу ее в базу, в табличку под названием, допустим, Movies, и опять же мне нужно передать здесь connection. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте select звездочка from. Значит, я про select еще сейчас скажу. Что такое конно 416 ячейки? Вот это? Значит, это соединение с базой данных. То есть вот я сейчас, значит, я в самом начале, я открыл соединение с базой данных, которая хранится в файле database SQLite, и дальше я с этой базой ей работаю. И, соответственно, вот здесь вот я пандусу сказал, чтобы она мне считала из этой базы, ну, то есть она как бы попросила вот эту вот самую базу, открытую с помощью этого connection, выполнить вот такой запрос, и результат этого запроса мне выдал бы в виде таблички. То есть в этой базе данных есть другая, как бы, табличка, иной объект, который Great Book? Ну, сейчас вот пока что, вот до сих пор мы работали только с одной табличкой. Вот мы создали этот самый Great Book, и только с ним и работали. Вот это просто... Потому что база данных и Great Book — это разные вещи. Great Book — это такая табличка. Это разные вещи, да-да-да-да. Значит, база данных — это как бы набор из нескольких таблиц, как правило. Вы, конечно, можете хранить в базе данных одну таблицу, но в целом вся мощь SQL, она проявляется в том случае, когда вы как бы наиболее осмысленным образом делите данные на несколько таблиц. Опять же, там проект «Своя наука» существует, но я сейчас не хочу в нее сильно углубляться. Вот, значит, и вот сейчас я в ту же самую таблицу, в ту же самую базу данных, сейчас я добавил новую таблицу, значит, скачав из... Скачав CSV-ку с фильмами, я создал в той же самой базе данных новую таблицу Movies и просто записал ту таблицу, которую я скачал, просто записал в эту базу данных. Ну, собственно говоря, можно сейчас посмотреть, как это выглядит. Ну, вот, собственно говоря, это оно и есть. Давайте можно сделать вот так. Значит, смотрите, есть разные SQL-ные команды. Значит, пока что мы использовали две команды, нет, три команды использовали. Значит, мы использовали команду create, точнее, create table, чтобы создать таблицу. Мы использовали команду insert inter для того, чтобы добавить колонки в таблицу. И мы использовали команду select для того, чтобы получить информацию из таблицы. Значит, ну вот, сейчас я написал select звездочка from movies, limit 1, что это означает. Звездочка означает здесь, что нужно вернуть все столбцы. Limit 1 означает, что нужно выдать только один результат. Это как бы аналог среза. Вы говорите, что вам нужно первых столько-то результатов. Можно было бы запросить не все столбцы, а можно было бы запросить только некоторые столбцы. Допустим, давайте все-таки посмотрим, как понять, какие столбцы существуют в базе. Тут всегда нужно использовать какие-то довольно… Ну, хорошо, можно просто посмотреть на все… таблицы, какие есть. Значит, вот здесь видно сейчас, что у нас есть столбцы, которые называются так же, как они назывались в таблице. Ну, вот давайте мы вытащим не все столбцы, а вытащим, например, только… Допустим, директор name и что-то movie title, так он что-то называется. Ладно, давайте попробуем. Значит, соответственно, вот эта команда select, она позволяет выбирать отдельные столбцы из какой-то таблички. Или, на самом деле, не обязательно из одной таблички. Там чуть позже мы поговорим про всякие join'ы и так далее. Ну, на самом деле, вот все, что мы сейчас делаем, мы делали абсолютно такие же вещи в Fandos, просто тут немножко другой синтаксис. Логика, в общем, того, что мы делаем, она примерно такая же. То есть, например, если переводить… Можно прошлую ячейку с столбцами. Да, значит, вот эта штука позволяет вытащить просто информацию про разные… Ну, там, про все таблички, которые у нас сейчас есть в базе. Вот эта вот штука, это конкретно специфичная для SQLite. В других системах баз данных она может работать по-другому с помощью других команд и так далее. А вот то, что вот это чистой воды SQL, причем такой самый базовый, он будет работать во всех системах одинаково. Вне зависимости от того, чего у вас там стоит. MySQL или Postgres, или еще что-нибудь. Вот. Ну, собственно говоря, аналогом вот этой вот команды было бы, ну, что… Вот мы говорим, что мы хотим вот эти столбцы. И мы хотим limit1, то есть мы хотим только первую строчку. Вот это пандосовский аналог вот этого SQL-запроса. В целом, SQL ориентирован на то, чтобы вот эта вот SQL-команда, они бы выглядели бы в большей степени как команды, написанные на человеческом языке. То есть если сравнить, то вот эта вот штука, она выглядит, ну, примерно как… Я не знаю, когда я был маленьким, компьютеры казались чем-то скорее фантастическим, и в научной фантастике были всякие, опять же, то, что казалось тогда научно-фантастическим, всякие истории про то, что вот компьютеру можно сказать буквально вот на естественном языке, там, дай мне то-то, сделай так-то и так далее. Вот это максимально приближено к естественному языку, значит. Выбрать столбцы такие-то из таблицы такой-то с ограничением таким-то. Это, конечно, выглядит… По сравнению с SQL-ем, вот этот пандосовский синтексис выглядит, конечно, гораздо более cryptic, загадочно. Но из-за этого, на самом деле, не так просто понимать логику SQL. Сейчас у нас будут запросы посложнее, там, может быть, будет видно, что не все так просто. Так, давайте я буду использовать дальше, чтобы у меня получались бы красивенькие пандосовские таблички. Давайте я буду эти запросы все-таки делать с помощью пандоса. Вот есть вопрос. Насколько SQL вообще чувствителен к пробелам, к новым строчкам? Ты верно, что написали limit1? Не чувствителен. Он не чувствителен, то есть он вообще мало к чему чувствителен. Он… так, что-то ему не нравится. А, потому что не рецесвариатеской. Значит, он даже не чувствителен к регистру, что немножко удивительно для меня. Вот, можно как-нибудь вот так писать. Все эти неприятные капслоки и так далее, оно все не надо было? Да, оно не надо, можно писать вот так. Спасибо. Так и будем. Вот, но на самом деле, наверное, не надо так писать. Вот. Ну, я просто предпочитаю как-то визуально отделять команды от названий таблиц, названий столбцов. Поэтому я пишу команды капслоком, а название столбцов и название таблиц пишу, наоборот, маленькие буквы. Вот. Значит, на самом деле, не обязательно, можно выбирать не обязательно сами по себе столбцы. Например, можно сделать что-нибудь в таком вот роде. Давайте все-таки буду писать нормальным. Значит, можно применять какие-то функции, которые будут работать с столбцами. Например, вот так вот я посчитал просто количество всех строчек. Count – это просто штука, которая считает, сколько их там. И, как видите, в результате у меня получилась табличка, в которой просто одна строка. Ну, и также я мог бы, я не знаю, посчитать, допустим, среднюю, чего у нас там, подложительность. Duration у нас называлась. Duration. Вот. Это похоже на то, что, опять же, умеет делать Pandas. Ну, в Pandas обычно это вы применяете как метод, который вы применяете к DataFrame, типа там какого-нибудь агрегирования. Ну, а здесь это все уходит вот сюда, вот в Select. Допустим, Max. Директор Facebook likes. Вот. Такие вещи тоже возможны. Ну, давайте. Давайте сделаем что-нибудь более веселое. Допустим, что меня интересуют какие-то конкретные столбцы. Точнее, наоборот, какие-то конкретные строки. Допустим, я хочу вывести все фильмы. Допустим, меня интересует только заглавие. From movies. Допустим, я хочу вывести все фильмы, которые относятся к... Допустим, James Cameron. Нет, не работает. Почему не работает? Потому что я забыл... Это директорное имя. Или нет? Директорное имя. Да. Здесь можно поставить одно равенство, можно поставить два равенства. Эта штука одинаково воспринимает. Или можно было бы, например, сделать... Что-нибудь в таком роде. Чтоб я помнил синтаксис лайка. Да. Процент. Давайте директорное имя тоже оставим. Если у нас еще какие-нибудь Кэмероны, кроме Джеймса... О, есть, кстати, кодик Кэмерон. Не знаю, такой фильм. Значит, соответственно, вот этот оператор OVR, он выбирает те строчки, которые нам нужны. Ну, давайте что-нибудь более сложное сделаем. Например... Вот, например, давайте посмотрим на такую штуку. Как вы думаете, что здесь произойдет? Значит, у меня код, где я делаю select average, допустим, select average duration from movies. А дальше есть условия. Допустим, where, директор, name, like, Кэмерон. Значит, like – это оператор сравнения строк. Он просто говорит, что вот строка должна заканчиваться на Кэмерон в данном случае, а вначале может идти все, что угодно. То, что идет все, что угодно, кодируется вот этим процентиком. Как вы думаете, что здесь произойдет сейчас? Я бы хотел, чтобы он дал среднюю продолжительность фильмов человека с фамилией Кэмерон. Но он мне дал ошибку. Так, да, ошибку. Так, интересно, почему он дал ошибку. Well, директор, name... Ну, search function average, потому что она называется не average, а avg в этой самой штуке. Да. Значит, после исправления ошибки он действительно выдал, на самом деле, ровно то, что вы хотели. Можно проверить со средствами пандуса. Кстати, вопрос, не знаете, по какому принципу, если, простите вы, что дать директор name, он даст именно Кэмерона Джеймса, а не Коди? Еще раз? Если попросить его еще вывести директор name, он как бы в эту же строчку запишет Джеймса Кэмера. Да, он, я думаю, что он просто берет первую строчку, какая ему попалась. Но надо сказать, что совмещать вот такие вот штуки, то есть, смотрите, значит, вот, допустим, функция avg – это агрегирующая функция, то есть она несколько строчек склеивает в какое-то одно значение. И в одном запросе, я думаю, что не совсем правильно совмещать вот такие агрегирующие функции просто с выдачей одного названия, ровно потому, что результат не очень определен, не вполне корректно определен. То есть вы какой-то результат получите, но я, например, совершенно не поручусь, что это обязательно будет первая строчка, что это будет режиссер, который взялся из первой строчки. Поэтому лучше такое не объединять. Так, а чего у меня нету? Ends with, что ли, series? А, потому что стр надо было сделать. Что-то тоже не работает. Что такое? Что ему не нравится? Мне так тоже не нравится. Ну, хорошо, так я просто опечатался. Ends with. Так, там, видимо, какие-то наны. Ну, давайте я... Вот так. И что мы там хотели? Мы хотели посчитать среднее. Duration. И посчитать от него среднее. Ну, да, как видите, результат такой же. То есть, смотрите, что происходит на самом деле. Вот если посмотреть сейчас на этот запрос, то видно, что у нас, несмотря на то, что написано порядок слов в нашем запросе, такой, что вначале мы пишем select что-то там, откуда-то там, и только потом написано where. Ну, вот, на самом деле, логически произошло следующее. Сначала был выполнен вот этот where. Он нам выделил те строчки, которые нам нужны. И только после этого был выполнен вот этот select, который нам посчитал среднее. Ну, в некотором смысле логично, что это именно то, что мы хотели. Но так требуется некоторое умственное усилие к тому, чтобы привыкнуть, что порядок выполнения здесь команд, он не соответствует порядку написания. Ну, в принципе, в питоне такое тоже часто бывает, особенно когда там какие-то списковые включения. У вас приходится сначала смотреть в конец, смотреть, что там за цикл for написано, потом уже, значит, смотреть, что он там заполняет. Ну, здесь тоже к этому просто нужно привыкнуть. Давайте еще что-нибудь покажу. Допустим, я хочу select movie title from movies. И, например, можно их упорядочить, допустим, по duration, например, по убыванию. Нет, не range, order, по-моему, называется. Опять что-то, какая-то ошибка. Не duration, syntax error. Order by там должно быть. Order by. Да, точно. Хорошо, давайте этот самый duration я тоже напишу. Давайте сделаем какой-нибудь лимит. Ну, вот довольно типичный такой запрос, когда вы хотите какой-нибудь кусочек базы. Ну, в данном случае я попросил выдать самые длинные фильмы. Ну, и ограничил выдачу там 10. Если у вас база огромная, то, конечно, без какой-то такой штуки вы получите, без какого-то ограничения, вы получите запрос, который будет выполняться слишком долго. Да, ну, вот надо сказать, что, с одной стороны, язык SQL – это не язык программирования, это именно язык запросов. То есть, допустим, вы не можете тут там написать какой-нибудь цикл, что-нибудь такое сделать хитрое. А с другой стороны, если у вас база огромная, и вы напишите запрос как-нибудь неаккуратно, то есть риск, что вы просто там слишком тяжелым запросом положите в ваш сервер баз данных, и произойдет что-то не очень хорошее. Так что тут, с одной стороны, хоть хотелось бы, чтобы такого не было, хотелось бы, чтобы мы вообще, когда мы делаем запрос, хотелось бы, чтобы мы вообще не думали о том, как он будет выполняться. Но на практике иногда приходится. Ну, я не знаю, мне не приходилось, я не работал с настолько большими базами, чтобы я мог написать такой запрос, который у меня что-нибудь там положит. Но теоретически возможно. Вот. Ну, давайте еще одну вещь покажу. Значит, из таких тоже типичных пабличных операций. Значит, вот сейчас мы обсуждали, что можно, допустим, посчитать какие-нибудь агрегирующие значения только для строчек, которые удовлетворяют к какому-то условию. Ну, непосредственно близкая к этому задача – это когда вы хотите сделать какую-то группировку агрегирования. Давайте мы это тоже сделаем. Это тоже в SQL тоже есть. Допустим, я хочу посмотреть на среднюю, ну, допустим, наш любимый пример, когда мы считали средний MDB score. From movies. Значит, групп by. Давайте country. Country она называется, да? Давайте теперь сделаем order by. Как-нибудь можно было бы… Можно order by 1 написать и… А сейчас, вот если я хочу вот эту штуку как-нибудь обозвать, можно сказать as или тут какое-то другое слово? Я не помню синтаксис. Там s можно, можно вообще ничего не писать, типа просто через пробел. Но order by можно просто 1, и он по первой штуке в селекции скажет. О, прикольно. Так, сейчас только я хочу не по 1, а наоборот по 2. Я хочу по убыванию. Значит, вот это слово desk означает по убыванию, descending. Ну да, вот наши старые знакомые с максимальными MDB-скорами. Значит, можно было бы прямо написать вот так вот название этого столбца. Ну, тоже сработает. Или можно его переименовать и дальше его указывать в таком виде. Опять же, вещи, которые технически нам знакомы по… Ну, то есть, ровно такого рода штуку мы делали в Pandas, просто другой синтаксис. Да, надо сказать, что в SQL есть такая довольно забавная штука. Дело в том, что вот то, что он сейчас нам сгенерировал, это некоторый новый датасет, в принципе, новая табличка. И может возникнуть желание эту табличку тоже как-нибудь отфильтровать. И это можно сделать, но при этом нужно использовать другую команду. Можно, например, сделать вот так. Допустим, больше 7, больше 8. Нет, опять я что-то не то сделал. Потому что ордер, видимо, должен быть после having. Да. Как видите, здесь есть два очень похожих слова, которые делают очень похожие вещи. Когда мы вот здесь выбирали строчки, мы писали where. Where – директор name такой-то. Вот здесь вот я пишу слово having. В чем разница? Разница в том, что вот этот вот having, он применяется к той табличке, которая получилась после того, как мы выполнили все вот это. То есть мы сначала сгруппировали по стране, посчитали среднее от каждой группы, получили новую табличку, и потом мы вот эту новую табличку уже фильтруем под этому условию, чтобы средний скор был бы больше 8. Вот, честно говоря, это идея сделать две отдельные команды, которые делают ровно одно и то же, но просто применяются к таблице до группировки, к таблице после группировки, и назвать их разными словами, имеющими одинаковый смысл. Ну, в общем, я не знаю, я бы не стал так делать. Я бы лучше попробовал бы придумать какой-нибудь другой синтаксис для того, чтобы работать с теми таблицами, которые у нас в результате получаются. Но, тем не менее, вот в SQL такое есть, и, опять же, к этому нужно привыкнуть. Ну, вот, как видите, такие довольно интервьюальные запросы, в принципе, можно делать. Но это примерно те же самые возможности, которые есть в Pandas, чего нет. Ну, например, здесь нет, по крайней мере, в SQLite нет встроенного инструментария для создания каких-нибудь сводных таблиц, вот, Pivot Tables, всякие вот эти вот штуки. Вот таких штук тут скорее нет, потому что это не совсем соответствует идеологии, на самом деле, SQL, идеологии этих эволюционных таблиц. Но, по крайней мере, такие штуки, как видите, основные вещи, которые мы могли делать в Pandas, в принципе, можно делать прямо в SQLite. Так, давайте какие-нибудь вопросы. Мы пока поговорили о вытаскивании данных. Насколько тривиально и вообще полезно что-то запихивать туда? Ну, смотрите, значит, про запихивание. Тут такая история. Во-первых, если, например, вы хотите отредактировать какую-нибудь строчку, то это делается так. Давайте я... Значит, начиная с какого размера таблиц, есть смысл работать в SQL? Ну, я бы сказал так, когда вас перестанет, как только вы начинаете получать сообщение о том, что таблица не может быть открыта из-за нехватки памяти, или у вас ядро подвисает, то тут уже явный признак о том, что вам нужно использовать какой-то другой инструмент. В целом, ну, я не знаю, я... Ну, вот честно признаюсь, у меня в такой... В обычной жизни у меня не было ситуации, когда мне бы приходилось бы работать с... записывать информацию в SQL-ную табличку по причине того, что у меня слишком много, слишком большие объемы. У меня такого не было. И я сталкивался с SQL, потому что... Ну, потому что я там администрирую какие-то сайты, ну, вот, допустим, есть сайт, на котором мы домашки сдаем, и там, конечно, все данные хранятся тоже в SQL-лайтовской табличке, ну, точнее, в SQL-лайтовской базе, в нескольких табличках. И там приходится работать с SQL-лайтовской. Но... Но так, чтобы у меня, у самого, мои собственные какие-то данные, именно из-за того, что они слишком большие, мне приходилось бы их куда-то запихивать в SQL-лайтовской. Я с таким не сталкивался, но... Студенты меня время от времени спрашивают. Бывает такое, что мне кто-нибудь пишет, вот у меня там таблица на миллион строчек, она не помещается у меня в память. Чего делать? Ну, дальше приходится нам что-то придумывать. Либо писать какой-то код, который делит эту табличку на кусочки, и дальше как-то обрабатывать по кусочкам. В принципе, это можно делать просто средством Pandas. Либо использовать какие-то другие инструменты. Например, есть штука, которая называется Dusk, которая умеет работать с большими CSV-шками, не загружая их целиком в память. Ну, либо, да, либо можно использовать... Либо можно использовать SQL. Да, значит, возвращаясь к вопросу... Возвращаясь к вопросу о записывании информации, давайте я еще покажу, как модифицировать строчки в таблице. Значит, апдейт, допустим, TableMovies. Скажем, чего мы хотим сделать. Строчку хочу поменять. Давайте посмотрим на какую-нибудь строчку. Сминь звездочка. FromMovies. Limit. Почем. Так. Так, сейчас. Как у нас называется первый столбец, который индексный? А так он у нас называется, индекс. Что-то я не уверен, что это хорошая идея, называть его индексом. Ну-ка, давайте посмотрим. Потому что слово индекс имеет специальный смысл в SQL. А select звездочка forMovies. Индекс равняется единице. Ну, да, конечно, мне выдает ошибку. Ровно потому, что слово индекс имеет специальный смысл. Но в этом случае его надо взять в квадратные скобки. И тогда все будет хорошо. Значит, давайте представим себе, что я хочу модифицировать таблицу. Дело в том, что в некотором смысле в SQL нет возможности обратиться к конкретной строчке. Можно делать запросы, которые будут касаться какого-то множества строчек. И, ну, если вам нужна конкретная строчка, то вы как раз можете, если у вас есть какой-нибудь, у вас, скорее всего, есть какой-нибудь primary key, какой-то идентификатор, уникальный идентификатор строчки, то вы можете что-нибудь сделать, что-нибудь в таком роде update. Movies. Что-то там нужно было писать. Set, что ли? Допустим, установить значение колонки. Допустим, movie title. Такого-то. Duration в минус единицу. Интересно, заработает так? Да, вроде заработал. Давайте теперь посмотрим на него. Ну да, вот она наша movie title, и вот она наша duration. Ну, собственно говоря, можно все-таки получить табличку. Да, вот она обновилась. В общем, я думаю, что, скорее всего, большая вероятность того, что вам придется делать запросы, типа, считать что-то, вытащить какую-то информацию из базы данных, чем запросы, в которых вам нужно, наоборот, что-то писать. Но, с другой стороны, вполне возможно, что вам нужно будет писать какие-то временные таблицы, которые вы временно получили, и там будете дальше как-то еще дополнительно обрабатывать. Ну, надо сказать, что вот то, что мы сейчас обсуждаем, это самый-самый-самый базовый функционал SQL. Ну, что хорошо, то, что он будет везде одинаково работать в разных SQL-ных системах. Что плохо, что в разных SQL-ных системах есть дополнительный функционал, который работает по-другому. Ну, вот даже если говорить, например, про набор функций, которые можно использовать, там, вот, агрегирующих функций, в SQL, в SQLite он довольно бедненький. То есть там всякие средние медианы там есть, а что-то более хитрого тут же, скорее всего, нет. Ну, дальше есть разные варианты, либо переходить, если вам это действительно нужно, либо переходить на другую базу данных, либо использовать базу данных просто для того, чтобы вытащить какую-то информацию, а потом обрабатывать ее ручками. Ну, вот что хорошо, то, что, например, вот такой вот запрос с большой вероятностью будет полностью выполнен на сервере, на SQL-ном. То есть даже несмотря на то, что вы… То есть представьте себе, что у вас есть огромная база, и она у вас в память не поместится, но вы хотите посчитать вот какие-то агрегирующие штуки при группировке как-нибудь. И вот результаты этой агрегации у вас поместятся в память, а исходные данные не поместятся. Соответственно, если вам нужно было бы сначала скачать все данные с сервера, а потом сделать эти вычисления, то у вас были бы проблемы. А так, это проблема не ваша, а проблема разработчика баз данных, чтобы там все это хорошо сработало. Ну, правда, эти самые баз данных – это такой немножко тоже черный ящик, и тут не всегда понятно, какой запрос будет как обработан. Но тут я говорю, у меня нет большого опыта работы. с базами данных в каких-то совсем боевых условиях. Поэтому я только могу рассказывать только такие бэйчки, которые я где-то читал или у кого-то слышал. Вот. А можете, пожалуйста, показать, как медиану делать? Просто я в подгрессе не смог ее сделать адекватно, то есть там она делается через персентиль, и вообще это… Я не знаю, а может быть здесь тоже, а может быть здесь такая же история, я не знаю. Нет, здесь есть функция медианы. Не хочу там. Не знаю, да, да. Может быть тоже через персентиль. Ну, а с другой стороны, почему бы не через персентиль? Да, но видите здесь, что предлагают? Здесь предлагают… Во-первых, есть какое-то расширение к SQLite, которое медиану дает. А во-вторых, вот на чистом SQL можно написать вот так. То есть вы честно выбираете все элементы, а потом выбираете элемент с нужным номером. Ну, не знаю. В Postgres я работал примерно один раз в жизни, когда настраивал бот для приема заданий. Просто этот бот изначально был написан на Go и использовал в качестве базу Postgres. Я спросил, можно ли его переделать под SQLite или под MySQL, с которым я был знаком. Автор этого бота сказал, что ну, можно, но можно несложно, но автоматически не заработает. И дальше я стал думать, что мне сделать проще. Выучить Go в той степени, чтобы я мог бы перевести его на другую базу данных или выучить Postgres, разобраться с особенностями работы Postgresа. Решил, что SQL везде одинаковый, и лучше я просто буду использовать Postgres. Но тоже никакими специальными функциями Postgresа я особо не пользовался. Вот. Так, давайте я, наверное, еще чего-нибудь покажу. Давайте я покажу какие-нибудь join'ы, потому что это в неком смысле самое важное, что есть в базах данных. И у меня для этого был где-то заготовлен... Сейчас, где-то у меня был заготовлен... Да, заготовлена база. Здесь, не здесь. Здесь. Да, вот она. Давайте я сейчас просто скачаю. Давайте теперь ее закроем. Так. Значит, вот я предлагаю скачать файли GreatBook SQLite. И он... Это такой немножко игрушечный пример, но он в целом соответствует... В целом соответствует той базе, в которой хранятся оценки. Ну, в которой хранится... В которой вы сдаете домашки. Так, сейчас. Все-таки, если я хочу посмотреть... Хочу посмотреть типы колонок. Ну, можно ту строчку, нашу старинку, использовать. Да, но она какая-то... Ну, ладно, давайте ее использовать. Есть вообще, чтобы колонки смотреть, есть запрос, что-то information, схема... Да, проблема в том, что он будет работать внутри SQLite-овского приложения и не будет работать внутри вот этого питона. По крайней мере, так было раньше. Ну, ладно. Так, пододелся мой браузер. Можно просто вывести одну стройщику в Pandas и увидеть все колонки. Да, сейчас, прошу прощения, у меня завис Safari. С ним в последнее время такое бывает. Так, давайте еще раз используем туманчик. Туманчик, чтобы посмотреть на структуру базы. Где она тут строчка-то эта? Вот она. Значит, вот смотрите, как у меня эта табличка устроена. Дело в том, что у нас есть разные сущности. У нас есть пользователи, у нас есть курсы. Пользователи записаны на какие-то курсы, может быть, на несколько. Значит, соответственно, у нас есть домашки, assignments. Соответственно, домашки относятся к курсам. То есть, когда я даю домашку, я даю домашку для конкретного курса. Значит, есть пользователи, собственно говоря, студенты, которые могут сдавать домашки. И есть, собственно говоря, посылки, submissions. Вот когда вы отправляете свою работу на сервер, но сервер создает штуку, которая называется submission, и как раз у него есть свой идентификатор. Это вот одна загрузка. Ну, в общем, вот как так все это устроено. И на самом деле тут дальше возникает вопрос. Вот смотрите, например, у меня есть, например, у каждого… Ну, вот, например, assignments, задания, они относятся к курсам. Но при этом на одном курсе может быть несколько assignments. Вопрос, как бы вот эту информацию сохранить в базе данных? Казалось бы, что нужно сделать что-то в таком стиле. Что мы хотим в табличке assignment, в табличке курс хранить в отдельном столбце, сделать какой-то столбец типа assignments, и в этом столбце хранить список всех домашек, которые относятся к этому курсу. Но вот это, на самом деле, не очень хорошая идея, потому что мы не можем хранить список в ячейке таблицы в SQL. Ну, то есть теоретически, конечно, можем, если это, значит, какой-нибудь постдресс. Но это, в общем, не то, что мы хотим. А как сделать наоборот? Как все-таки хранить эту информацию, зная, что на одном курсе может быть много assignment? Как сохранить еще одну табличку с assignment и давать на нее ссылку как-нибудь? Ну, у нас есть табличка с assignment, вот она. Но вот как нам хранить информацию о связи между курсами и assignment, учитывая, что эта связь устроена именно таким образом, что одному курсу соответствует несколько assignment. Табличку с assignment здесь записывать в столбец курсы. Да, совершенно верно. Какой курс это? Да, совершенно верно. Значит, вот у нас есть с табличкой assignments, и здесь есть, у каждого assignment есть свойство курс ID, и это как раз идентификатор курса, к которому относятся этот assignment. То есть в некотором смысле тут такая инвертированная логика. Казалось бы, что это assignment являются частью курсов, и казалось бы, что мы должны внутри курсов помещать assignment, ссылки на assignment. Но на самом деле для SQL оказывается правильным делать в обратную сторону. Ну, а дальше совсем интересный вопрос. Вот у нас есть курсы и есть пользователи. При этом очевидно, что на каждом курсе записано несколько пользователей, А еще один и тот же пользователь теоретически может быть записан на несколько курсов. Как вы думаете, как эту проблему теперь решить? Дублировать. Что, как дублировать? Ну, если у нас есть, условно, табличка, отведенная под пользователей, пусть у нас каждая строчка, это будет очередной пользователь, и ему там постараемся записать все курсы, которые у него есть. Ну, сейчас, как вы хотите записать все курсы, если вы не можете записывать список в столбец? То есть вы не можете записывать список в ячейку вашей таблицы. Как вы запишите к этому пользователю все курсы, на которые он записан? Да, нет, 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 да, для каждого курса, но мне это не нравится как-то. То есть вы хотите при создании нового курса заводить новый столбец в таблице с пользователями? Вот так вы хотите. И дальше хранить это как бы как бинарную перемену. Ну, да, только проблема в том, что мы как раз, как правило, при разработке таких информационных систем, мы хотим как можно реже модифицировать вот эту схему всей этой базы данных. То есть описание таблиц, то, какие столбцы есть у таблиц, оно должно быть по возможности, оно вообще не должно никогда меняться. Этого, конечно, на практике никогда не удается достигнуть, но, в общем, изменение схемы – это всегда болезненный процесс. Лучше этого не делать. Какие еще будут идеи? Ну, вот как мы до этого работали с датафреймами, у нас были датафреймы, у которых как бы, ну, на каком-то образом получались строчки. То есть просто каждая строчка соответствует уникальному сочетанию студент-курс. Да, совершенно верно. Именно так и делается. Собственно говоря, вот здесь есть такая табличка course user, которая ровно содержит два столбца – идентификатор курса, идентификатор пользователя. И как бы здесь строчка, она в данном случае представляет собой именно… Ну, вот почему эти базы данных называются реалекционными? Потому что они описывают некоторые отношения между какими-то штуками. И вот в частности, например, вот эта вот табличка course user, она описывает отношения между курсами и пользователями. И, в принципе, про любую табличку можно думать тоже как про какой-то набор отношений. Вот. Ну, хорошо. Ну и давайте я теперь покажу, как все это можно использовать. Допустим, я хочу получить какой-нибудь… Скажем, всех пользователей, которые записаны на какой-нибудь конкретный курс. Давайте посмотрим на все курсы. Или лучше не так. Давайте. Сейчас, чтобы такого сделать веселенького. Ну, да, хорошо. Давайте просто посмотрим. Значит, вот у меня есть отдельная табличка, скажем… Ну, давайте посмотрим на сабмишины и на курсы по простоте. Значит, давайте… Select звездочка, from… И, допустим, у меня есть… Давайте начнем просто с курсов. Значит, вот у меня есть здесь какие-то курсы. У них есть какой-то идентификатор, год, активен он или нет. И давайте сделаем какой-нибудь join. Давайте посмотрим. Вот если я хочу для каждого курса найти все assignment, которые к этому курсу относятся. Значит, я хочу сказать, что я хочу выбрать Select звездочка, fromCursos. Значит, курсы надо сжойнить с assignments. И дальше мне нужно указать, как именно мне его джойнить. В данном случае я говорю, что я хочу его сжойнить таким образом. Например, курс.id равняется курс.id. Ну-ка, сработает так? Нет, не сработало. Там, кажется, нужно не buy, а on. On, точно. Это все равно не сработало. Почему теперь не сработало? Но с очковым курс.id. Ну, хорошо, если просто ID… А, потому что называется Cursos. Вот. Значит, ну, вот, собственно говоря, результат джойна. Опять же, очень похоже на то, что мы делали в Pandas. Заметьте, что для того, чтобы обращаться к столбцам отдельных табличек, которые у меня входят в этот джойн, можно использовать вот такой синтаксис. То есть я пишу название таблички, точка, и дальше название колонки. Но в данном случае я вот здесь вот написал курс.id. Я мог бы написать, что… Я мог бы явно указать, что это относится к assignments, но могу… Но, в принципе, можно было бы так и не делать, потому что… И так понятно. Потому что такая колонка одна. Вот. Среди вот этих вот двух табличек, Cursos и Assignments, есть одна колонка, которая называется Cursos.id. Поэтому вот это вот уточнение, в принципе, излишнее. Можно было бы его не писать. Значит, ну, дальше произошел join. Значит, по умолчанию происходит левый join в SQL. В SQLite вообще нет правого join. И есть левый join, и есть outer join. Ну, вот сейчас мы сделали левый join, что, в общем, вполне логично для этой задачи. Вот. Ну, вот. Значит, как-то так все это работает. Опять же, как видите, у нас был порядок действий. Вот, на самом деле, сначала выполнился… Сначала выполнился вот эта часть. А вот все эти join, они, на самом деле, относятся к вот этой вот команде from. То есть мы здесь говорим from, а дальше описываем, из какой таблицы мы берем данные. И в данном случае эта таблица получена в результате вот такого join. Ну, а дальше вот этим select мы уже говорим, какие столбцы из этой получившейся таблицы взять. В общем, какая-то такая штука. Join'ы бывают сложными. Вообще, эти скольные запросы имеют тенденцию в бывых условиях становиться большими и плохо читаемыми. Потому что вы, как правило, там, в реальных условиях у вас может быть огромное количество табличек, с которыми вы делаете какие-то join'ы, дальше делать какие-то фильтрации. В общем, это может быть сложно. Ну, я не знаю, я говорю, я в индустрии-то с этим всем не сталкивался. Так, для моих хобби хватало не слишком глубоких знаний. В общем, что знаю, я тоже сказал. Есть ли какие-нибудь вопросы? Окей. Ну что, все тогда на сегодня. До свидания. До свидания, спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо, Илья. До свидания. До свидания.